Как победить командира жалко на максимальном уровне сложности. Тактика. В Baldur's Gate 3 и получить уникальный двуручный клинок под названием Вечное Пламя. Я изучил все гайды, в том числе на английском языке, существующие на минуту записи этого видео и объединил всю полезную информацию из них в это видео, также добавив многое от себя. Забегая вперед, скажу, оно того стоит, поскольку вы получите очень мощный в начале, уникальный огненный меч, а также много опыта, фактически повышение на следующий уровень. Есть несколько способов прохождения сцены с битвой командира жалко против Элитида. Первый просто прорашить к панели управления, убив самых слабых мобов, после чего начнется кат сцена. Но в таком случае вы не получите уникальный меч и опыт. Отмечу, пройти это сражение с получением трофеев и опыта без сохранений на максимальной сложности очень маловероятно, поскольку многое зависит от удачи. А кубики могут выпасть неудачно, даже если вы используете то, что прокачали. Чтобы я не повторялся каждый раз, запомните вот что. Вам нужно сделать как минимум одно сохранение вручную и назвать его осмысленно. Вот, например, я назвал перед битвой с командиром жалком. Это сохранение всегда поможет вам откатиться куда нужно. В самой битве при каждом удачном действии или ходе вам нужно будет сохраняться через быстрое сохранение. Кстати, советую поставить в настройках игры максимальное число быстрых и автосохранений, чтобы вы имели большой выбор куда откатиться, если ошиблись. Переходим ко второму способу. Получить только меч. Поскольку это гораздо проще, чем убивать командира жалко. Перед битвой вы жмете клавишу Tab. Переходите во вкладку заклинаний. И вот так у ShadowHat настраиваете их. То есть у вас здесь будет что-то другое. Нажимаете вот так убрать. Выставляете вот это заклинание приказ. Без него вообще никак. Ну, то есть можно, конечно, но потребуется больше отгрузок. Проматывать кат сцены на пробел. Сохранитесь и используйте заклинание приказ бросить у ShadowHat, чтобы удачно выбить оружие из рук командира. Вот как это делается. Приказ бросить. Не повезло. Отгружаетесь. Еще раз. Приказ бросить. Опять не повезло. Еще раз. А что вы хотели? Ни один стример, в том числе на английском языке, на максимальной сложности, не убил командира Жалко и его комбионов. Все рашили. Еще раз. Оружие потеряно. Вот оно где валяется у него. Между ног. Теперь урон от него значительно уменьшится. Он бьет дважды, примерно по 6 урона наносит. Если ваша сной персонаж не подходит, этот клинок, вечное пламя, лучше слутать гитьянкой Лаезель. Вот так вот наводите. Видите, красная рука у вас появляется. Нажимаете. Вам нужно подойти, естественно. Вжук, вжук. Клинок взят. Дважды щелкаете. Заменяете. После этого, если не хотите страдать, то рашьте к панели управления. Да, опыт вы не получите, но зато получите уникальный меч. Также перед битвой советую использовать благословение. Вот так. Выделяете трех. Это повышает ваши шансы на броски, атаки и всякие другие испытания на 10 ходов. После прокаста не тупите и сразу же взрывайтесь в бой, потому что время, счетчик начал тикать. У Элитида может выпасть очень крутой проказ на оглушение. Если получилось, вот так вот, то советую сохраниться. Смотреть вот так вот статус на английскую Ти. Также, как покрыть большее расстояние. Вот, например, я мозгом отсюда до сюда прошел, но дальше не могу. И, поскольку он ближник, я и атаковать никого не могу. То есть, и у меня действие пропадает. КПД можно увеличить, если нажать вот этот рывок. То есть, вы зарасходуете свое действие, но вы зато уже сразу же добежите к следующему ходу до командира. Жалко. Без этого вам потребовалось еще больше на один ход, чтобы добежать до него. Одного беса вот этого не убиваем. Позже скажу почему. Своими сильными персонажами советую небольшой крючок сделать на маршруте и подобрать вот эти резервуары. Тот у меня подберет гитьянка, а вот эти основной персонаж. Как хватит движения. Также до этого я нашел два арбалета. Уже я вот экипировал их. Но вы можете раздать всем, кроме гитьянки, потому что у нее и так уже лук есть. И, соответственно, вот, например, сейчас я сюда добежал. Но делать, если бы у меня оставалось действие, в общем, можно отсюда, например, было бы пальнуть в командира жалко. Также вот гитьянка уже здесь. И она может, например, тоже в него выстрелить. Либо даже, возможно, лучше использовать все тот же рывок. Подобрать на том же ходу этот резервуар. И как можно быстрее рашить командиру, чтобы подобрать этот меч. Потому что он наносит очень много урона ему же. В общем, третий способ. Также обязательно выбиваете меч у командира. После чего старайтесь удерживать здоровье элитида и командира на одном уровне. В элитида можно метать вот так. На клавишу Х, английскую. Делие лечения. Если не будете успевать отхиливать элитида, то можете загружаться перед каждым ударом командира до тех пор, пока тот не промажет. Опять же, с элитидом два варианта. Либо не оставлять ему больше жизни, чем командиру. Потому что после победы над жалком элитид атакует вас. Соответственно, если у него останется примерно столько же хп, вы его просто добьете и получите опыт и лут обоих. Либо можно попробовать использовать элитида против подкрепления командира жалко против комбионов. Опять же, не забудьте экипировать меч наиболее подходящему кандидату из вашей группы. Например, гетьянки ЛСЛ. Также, окружив командира членами группы, ты можешь поставить свечку на пол и поджигать об нее свое оружие для дополнительного урона всеми членами группы. Вот как это делается. Правая кнопка «Использовать». Все, зажглось. Так, потом щелкаем «Окунуть» вот сюда и на свечу. Все. Наше оружие «Молот» зажегся. Собственно, можете победить командира и добить лоу хпшного элитида, залутать обоих и также рашить к панели управления до того, как вас атакуют комбионы. Четвертый способ. Убить их всех. Потому что ты получишь опыт с комбионов порядка 700 золота и неплохой лут. Повторяйте все предыдущие шаги из боевых пунктов, не забывая выбивать меч из рук командира, поскольку это значительно уменьшает наносимый урон. Но! Оставляйте одного беса в живых, чтобы элитида не сагрился на вас, и его можно было бы использовать против комбионов. Элитида нужно лечить. Шэдоу Хатт в этой битве наносит мало урона с руки, поэтому я отдал ей основную часть зелья лечения перед битвой, а остальным оставил по два. Остальные более эффективно будут бить, и им действия нужнее. И, опять же, до этой битвы можно найти два арбалета, так что можешь раздать их кому хочешь. Резервуары ты можешь слутать не только в самой битве, но и еще один перед битвой. Все пригодится. Резервуары можешь поставить рядом с командиром, но в таком случае оставь линию для прямого обстрела элитида вот отсюда. Потому что комбионы могут использовать дистанционную атаку и взорвать резервуары раньше времени. Попробую расставить резервуары, например, вот так. Но я сделал сохранение вручную, называется «Перед резервуарами». И если результат меня не устроит, я смогу на него откатиться и что-то изменить. Также не забываем ставить другой резервуар, если у вас разные люди их лутали. Разные гитьянки. Конечно, в идеале, чтобы вы и элитит не промахивались по командиру, жалко. Потому что, когда прибудут комбионы, сражаться против командира и еще двух комбионов на максимальной сложности, ну, вы просто замучаетесь еще больше отгружаться. То есть его лучше убить до того, как они вступят в бой. Ну, либо хотя бы тютелька в тютельку. Но не так, что у него еще много хп, а они уже здесь сражаются и бьют элитит. Вы просто не сможете его отхилять. Напоминаю, что убийство командира через вот эти резервуары, через их взрыв, это работало в раннем доступе. На релизе это не работает. Они наносят даже меньше, чем 25% урона командиру. Да и комбионов они не убивают. Сносят часто, меньше половины хп даже комбионам. Смотрите, что он делает с обновлениями. Он начинает ломать резервуары. Так что используем наше спасительное сохранение и вообще не используем эти резервуары в этой битве. Разница между прохождением на легкой и большой сложности очень большая. Но в обоих, в обоих случаях без сохранений вам не обойтись. Вот смотрите, это на максимальной сложности. У него 195 хп изначально у элити до 110. Эскейп, сложность, допустим, вот подтвердить. Не забываем нажимать. У него сразу стало 105 хп, у элити до 59. Плюс у него больше не две атаки и теряются отличительные особенности. Ну то есть намного проще и быстрее. Но какой бы вариант вы не выбрали, все равно придется отгружаться. Также не забывайте, что у вас таймер справа и вы еще должны успеть добежать до панели управления, иначе погибнете. Опять же, в крайнем случае, а лучше и не в крайнем, не забывайте использовать рывок. Вы пробежите в два раза больше за счет того, что используете действия. Но даже при таком раскладе это не гарантирует того, что вам хватит добежать до панели управления. Так что смотрите. Я еще дам прокаст инквизиторская мощь, потому что у меня паладин наэлитида также. Все, на 11 ходу у меня появились комбионы. Вот у них 106 хп. Вот этим мечом мы наносим ему же 2 12 минимум урона. Еще можно гораздо больше, это не самое удачное далеко. Также я наложу на себя божественное чутье. На два хода. Так, вот комбионы, видите, используют дальнюю атаку с огромной дистанции. Все, остался последний удар, главное попасть. Так, ему остался один удар. Отлично, достижение. Докучливый дьявол, победить командира жалко на наутилоиде. Можно его все равно долутать, у него там что-то может выпасть. Продолжаю отхиливать этого элитида. Так, элитит убивает беса. После того, как он убивает беса, он обращается против нас, поэтому... Вот, у меня все отошли от элитида. Но, видите, вот эти хрени лучше здесь все равно не ставить, иначе вы помешаете элититу с этими мудаками расправиться. Я вам показываю все варианты, как это работает сейчас. В общем, нужно вот на такое расстояние от него уже уйти. Мозг можно оставить здесь, потому что на мозг он так не агрится. Вот сюда, тут сразу можно по этим мудакам выстрелить. Но прям совсем слишком далеко убегать тоже не надо, потому что вам нужно будет еще успеть залутать элитида. Возможно, нужно будет его подхиливать, и в любом случае нужно будет залутать вот этих комбионов двух. Но, в принципе, как вы вот здесь с мудаками расправитесь, вы можете одного человека поставить к пульту управления, или, наоборот, всех, ну, в общем, одного к пульту управления разумнее поставить, а остальными лутать. Или помогать. Собственно, даже вот отсюда можно докидывать до элитида зелья от хила. Огонь. Когда вы убиваете вот здесь последних летучих мудаков, то он агрится на вас и летит. Но в то же время он продолжает с этими сражаться. Опять же, не забываем окунать в свечу, потому что эффект с оружия спадает со временем. Мне сейчас относительно повезло спровоцировать комбиона. Они очень любят добивать лоу хпшных. Вот он погнался за мозгом, я пытаюсь уйти, используя рывок. И когда он уходил из-под атаки моих, то есть мы дополнительно его, каждый мой персонаж атаковал, потому что, ну, он, да, поняли, мимо них проходил вот эти стрелочки красные. Вот этих лохов я вообще игнорю, сейчас не трочу на них энергию. На комбионах мне очень нравится использовать ослабляющий удар, потому что уменьшает шанс, ну, в общем, броски, атаки, испытания силы. Опять же, если уйтида дела плохи, можно метнуть в него. Отлично, плюс 10. Кого-то из персонажей могут вырубить, но это не убили их еще, это их можно поднять. В данном случае, ShadowHat, она не прямо демедж дилер в этой битве, хоть и у нее важный навык очень. Но я могу просто продолжить Лейзель атаковать комбиона и стараться, чтобы атака как можно более мощная выпала. Если добили, опять же, можно использовать свиток возрождения. Все, одного комбиона порешали. Там лут генерится, ну, неплохое, в принципе, выпало. Слиток серебра, трезубец. Можно вот этих мудаков попробовать мочить. Воскрешаем ShadowHat. Огонь. То есть, в идеале, чтобы все успеть еще и комбионов убить, вам нужно даже не просто по ним хотя бы попадать там как-то, да, нажал какие-то там три единицы урона, а прям, ну, на почти максимальный урон. Каждый удар. И, разумеется, и летит тоже не должен промахиваться. Тоже должен наносить как можно больше урона, вот поэтому. Иначе отгрузки. В общем, смысл, думаю, понятен. Если ты не знаешь, как завербовать мозг, освободить ShadowHat, где найти свечу и прочее, то можешь посмотреть все это в моей первой части прохождения Baldur's Gate. Лично мне нравится смотреть в своем прохождении различные варианты. А что будет, если? Поэтому я часто переношусь в параллельные вселенные, подробно все изучая, а не тупо рашу. Возможно, с обновлениями что-то изменят, или кто-то даст еще хорошие советы. Поэтому смотри комментарии под этим видео, и если был полезен, не забудь поставить лайк.